всем привет дорогие друзья меня зовут кирилл продолжаем выкладывать видео по созданию персонажа подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте комментировать и если какие-то будут возникать вопросы обязательно пишите об этом все смотрим смотрим и не забывайте ставить реакцию там в общем делайте все как надо чем вас учить если не поставите лайк то как так можно как за проезд передать обязательно передавайте за проезд так продолжаем работать над гоблином перейдем детализации уточнение форм и в общем продолжим работать так где мой референс где мой референс а вот она все вот она из деталей что у него тут интересно может быть рот мы добавить какой-нибудь каску с врагами оружие ботинки может какой-то набедренную повязку вот такую что еще можно вот такую шапочку можно повесить они шлем оружие выдать щит в общем давайте потихонечку полигонечку как мы род сделаем ну можно здесь вот edge так как он желби сделать и вот джи джи байдист нас спермет можем фейс удалить получается рот но понимаете что тысяч точнее имейте ввиду что рот он нужен для того чтобы делать какие-то близкие там кадры допустим у вас этот гоблин это главный герой или будут какие-то близкие кадры поэтому трот пригодится если кадры такие не самые близкие то есть нет каких-то как сказать ракурсов таких прям вот лицо в лицо то рот конечно же не нужен можно сделать ему кстати этот волевой подбородок ну не настолько волевой конечно вот так здесь можно пропустить какой-нибудь мог более злобное выражение дать скулы поднять и поуже подбородок наверно все-таки надо мы хозяина нашего гоблина поэтому можем делать угодно клыть клычки добавить можно шестигранные восьмигранные цилиндры 6 просто у наших зданий есть шипы от чего гоблин это не будет шипов точнее клыков вот вообще заморочиться там с языками со всякими там на темном так теперь мы выдвинем челюсть так наверно можно поднять возможно надо пониже сделать и может быть еще с головой поработать так 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 ну что то что то Может в целом голову пониже сделать. Давайте рот покрасим внутри. Так, и клыки. Продолжение следует... может быть полупаду меньше чуть вот какой злобный какой прям нехороший такой получился явно по кости готовят так что еще на бедренную повязку будем делать какую-нибудь вот такую свисающую или просто одежду по сути мы будем делать из его тела поэтому 30 градусов нормальный авто смуз мне кажется с ногами еще надо как-то подработать просто чисто визуально кажется что их надо подергать может быть его надо сделать пониже кстати почему бы и нет он по-моему высоковат может быть даже вот так ну и в целом конечно он очень высокий но мы его подстроим потом под блокинг наш со спиной еще чуть-чуть доработаем вот так вот так вот так может быть поменьше 25 сделать 20 так тут что у нас на лице может быть интересного возможно рот поднять чуть-чуть Главное чтобы в нос клыками не тыкал, но мы нос поднимем, что нам стоит Что еще может на злобливость повлиять наверное опять же скулы какие-нибудь высокие такие ой такой прям ух так ой сейчас мои начнут мне звонить естественно я же начал записываться почему бы не начать звонить так 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 по моему до этого он позлобливей был да так он грустный гоблин так он позлоблей о какой ух в целом глаз чуть-чуть увеличить посмотрим смотрим мы можем сделать из этих полигончиков, либо сдублировав, либо просто Alt-E Extrude Faces Along Normals, а потом экструдировать вот эти штуки. Но если экструдировать, тогда у нас тут очень мало простора для, так сказать, воздействия, потому что он привязан. Ну, вообще, на самом деле, персонажей лучше делать, чем больше будет вшитых элементов, тем лучше. Это я вот, общаясь с нашим мега-аниматором на работе, узнаю, что чем больше вшитых элементов, тем лучше. Но, опять же, не стоит забывать об удобстве и, так сказать, комфорте при работе, потому что если вы здесь будете пояс вшитым делать, вот этот, тогда он будет очень плохо деформироваться, на мой взгляд, при ходьбе, чего нам не надо. Но, по сути, вот эти сегменты на поясе и на ноге должны более-менее пересекаться. То есть нам надо взять вот эту, где-то вот нижнюю. Раз, два. И поднять до уровня вот такого. И потом экструдировать еще один раз. Вот так. И тогда при анимации он будет, ну, я надеюсь, по крайней мере, это я так, мне так объясняли, я так делал, и у меня так работало. Как себя поведет моделька в этот раз, я не знаю, потому что я еще записал, как вы видите, процесс анимации. Он все еще впереди. Так, view. Project from view. И вот в красный допустим. Sy хочу. Вот. Вот, кстати, участок можно затемнить. Вот этот. И вот этот. Он же в тени находится. Я еще подумал, что нужно руки. Руки. Нужно вот таким образом затекстурить. Взять вот так. Как бы правильно. Давайте вот так. Я хочу взять все, кроме когтей. Получается, да? Просто как off topic такой. Взяли руки. И теперь надо развернуть так, чтобы темная сторона была вот тут. Он же будет ходить и руки вниз опустить, иначе от него темнее будет там, а светлее вот с этой стороны. То есть нам надо взять вот так. View. Project from view. Вот он с руками. Повернуть вот так. И вот здесь надо разместить. Вот. И у нас, видите, здесь темнее, а здесь светлее наверху. И когда он будет руку опускать, то у него, получается, рука будет снизу потемнее. По-моему, это правильно. И с ухом тоже самое можно сделать. Шапочку надо ему надеть. Вот такую висюльку. Как в Kingdom Come Deliverance у этих средневековых пацанов. Чепчики вот эти есть. Вот такие нужны и нашему герою. Shift-D. P-Selection. Дадим сертификатор Solidify. Немножко толщины. Чтобы было заметно. Может, даже еще чуть-чуть. И надо вот здесь вырезать. Аперат, убрать G. Вот здесь хочу сделать надрез. Вот так. И тут, конечно, надо вокруг уха. Поднять этот самый чепчик. Наверное, стоило бы так все-таки сделать. Потом почистим. Этот фейс удалить. Мы же все-таки хотим как-то более-менее физически корректно это сделать. Ну, вот у нас будет вот так. UV. Editing. You project from view. И вот так. Вот у нас чепчик на голове. Можно и побольше. Shade Smooth. У нас чепчик. И здесь надо по Y, наверно, вот так. Либо просто нормальный автосмуз поднять, можно частично вот так сделать, вот видите, сейчас покажу, как вот тут, хоп-хоп, вокруг уха. Лишний клавиш нажимаю просто и понеслась. Это один из вариантов экипировки, не обязательно, чтобы это было последней там инстанцией нашей. Так, ботинки, ботиночки, ботинки, будем делать. Кстати, видите, здесь три пальца и два пальца на ногах. Вот мы все сделали как надо. Ботиночки, давайте. Так, это что, лишнее? Так, наверное, стоит чуть-чуть подсократить. Так, теперь мы возьмем вот эту тему. Ну, конечно, с когтями тут проблема, что у нас есть эти когти самые. Сдублируем, сейчас мы с ними справимся. Где наш Sheer? Пока рано. М-центр сшили. Здесь к вертексу раз, к вертексу два или нет. Опустим раз. А, тут не хватает как бы, короче, вертекса одного, да. Так, еще раз. Ну, тут либо ботинок делать вокруг еще и когтей. А что делать? По-другому никак. А что делать? Надо было звонить раньше. Да, конечно, такие ботинки. Короче, надо отказываться, наверное, от когтей, если мы делаем ботинки, потому что иначе это перебор. То есть мы можем сделать частично некоторых гоблинов в ботинках, а некоторых с когтями. Не знаю, как это можно объяснить. Можно сделать обмотки вокруг ног. Апликатор solidify. UV-editing. Вид спереди. New. Project from you. Вылезающие пальцы такие, да. О! Тот потерялся. Полигон. Не знаю. Хочется и экипировку сделать, и в то же время сделать... А может им пробить пальцы тут? Ну, пусть будут когти торчащие. Ну, тут свой собственный дизайн. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Или сандали пусть будут. Ха-ха-ха. Не знаю. Очень сложно здесь решить. Сложное решение. Пусть за меня решат. Можно сандальки реально сделать. Ну, тут везде, смотрите, разные вещи. Тут босиком. Тут ботинках. Тут ботинках. Тут босиком с обмотками. А тут пальцы обычные, кстати. Это вообще какой-то гремлин. То есть, если отказываться от когтей на ногах, то все ок. либо их уменьшать. Удалить. 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 Ботинкино. Молодец. Угу. А как так выделилось? Так, давайте заново выделим. Вот этот момент. Тут, тут. Снова попробуем. Шифт. Вот так. Вот так. Есть. Шифт. По Selection. Модификатор Solidify. Продолжение. У. В. 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 оставим так. Пусть ходят в таких ботинках. Ботинки это важный элемент. Без них нельзя. Без ботинок никак. Вот так сделаем. Все это solidify давайте применим. Здесь сделаем как ботфорты. Можно еще раз. Ctrl-B. И здесь сделать scale. Если здесь сделать вот так, то еще можно и помять. Автосмус 30, 40, 45. Единственное, что мне не нравится, что ботинок вот здесь гигантский, а вот сверху он такой небольшой. Давайте немножко разведем ноги и здесь увеличим его. Вот этот не хочу. Чувствую. Так. Где вы еще подправить? Пока силуэт мне не нравится ботинка. Может быть надо ноги повыше сделать в этих местах. И бедра надо пошире сделать вот тут. Тут. Задница вообще нет у него. Вот. надо совсем коричневый коричневый сделать да так надеюсь меня все это время было слышно то я заметил что на микрофон низко находился но я особо ничего информативного не нес просто говорил какую-то толкал речь ну кстати гоблин уже приобретает какие-то очертания давайте добавим оружие и щит а дальше уже будут будем элемент добавлять по необходимости какие-то новые и еще что у этого есть пояс некий мешок и вот наручек с наруча можно сделать да здесь просто shift dp selection дадим ему толщины нефикатор solidify так и наверно срежем до какой-то части вот так наверно срежем и также наверно сверху сделаем new project from view и вот так здесь надо поуже сделать так пошире хочу наверно стоит здесь в запястьях сделать и у самого гоблина по ужин нет так на спине у нас ничего нет можно на плечник какой-нибудь ему делать как вот здесь правая рука левая рука тут щит тут меч значит там где меч у него должен быть на плечник так возьмем shift dp selection правда будет с двух сторон потом если что удалим один из так так давайте сверху new project from view это мы разместим вот так и вот эту часть мы сделаем наоборот control а и это будет у нас металлическая часть гипертрофирована такая вот здесь наоборот ужата а снизу полигон потом удалим и сетку всю почистим вот так дизов клиночек клиночек кстати мы можем прямо взять и экспорт и обвести это тот случай когда нам можно обводить потому что у нас нет времени на то что модель на глаз если у нас есть моделька прям подходящим хопа и вот обводим mesh plane rx 90 сюда и вот туда сначала обводим вот это выступающую часть дек 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 а потом обводим лезвием напротив предыдущих точек не получается так перетасовать можно прям предельно условно чтобы у нас не было перебор по полигонажу надо подопускать треугольники я думаю вот эту часть мы возьмем вот так и вот так сделаем джи вай так здесь мы сделаем что давайте пока джи вай сейчас разберемся что куда сделаем мир 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 уай нет да нет z и о тут получается вот так с обдевай то есть тут все еще я понял посмотрите вот так так это дизов ну то есть вот это место это все еще клинок клипинг ставим сложно наверно объясняю ну вы должны сами самостоятельно здесь работать если я вам буду объяснять как клинки делать по обводке то я не знаю что тут можно объяснить все и так понятно обвели так вот сам девайд, сам девайд, сюда и сюда, ножик что-то не работает, faces, еще раз, еще раз давайте ножом попробуем, раз, два, три, а здесь сработал, так, am by distance, здесь удаляем, faces, здесь триангулируем куда-нибудь вот сюда, или сюда все-таки, и сюда, может так, может так, здесь естественно затягиваем, ей, оп, здесь продолжаем, здесь давайте куб, кубисимус, хоп, g, z, g, z, s, y, посередку добавляем, loop, s, x, и, наверное, здесь тоже, s, x, какой-то он такой, может быть не такой, но мы сделаем его такой, не обязательно прям по рефу, если у вас нет концепта, вы работаете чисто по референсу, то придумывайте свой дизайн, вас же никто не заставляет делать именно так, когда вы трендженералист, чаще всего вы сами себе хозяин, главное общую идею передайте, а остальное попробуйте сфантазировать, shift-d, scale, e, e, тут торус, конечно, давайте торус, сколько тут грани, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семигранный торус, ничего себе, а минорных, не знаю, куда же, Rx90, что-то у меня капсулок включен, Rx90, так, так, alt-s, alt-s, давайте тут раскидаем эти грани, он же типа неаккуратный, здесь вообще практически плоскость, так, и вот эту часть надо ужать по оси Y, и спрячем ее вот тут, и там фейс можно удалить вот так, теперь вот этот тросток, не знаю, что это, понятия не имею, сделаем вот из этого shift-d, scale, только по Z scale, только по Z scale, и вот сюда, и вот сюда, можно, наверное, так сделать, вот так, все, объединяем через рукоятку, и давайте, во-первых, сделаем дубль, во-вторых, опустим по X на 90, вот в эту руку, по Y на 180, вполне под руку, можно чуть раскалить, alt-r, покрасить надо, это you project from view, материал назначаем base color, это у нас металл, это у нас рукоять, так, а это надо немножко выделить по цветам, во-первых, вот это, сам клинок можно выделить, вот сюда, так, это можно, наверное, потемнее, а это, ну, даже не знаю, может какой-нибудь еще цвет было брать, либо его тоже в темноту, этот поднимем, этот сюда, так, так, и вот этот кусок тоже, наверное, опустить надо, вот так, отбивался, отбивался, по большим, мир пропал, так, так, вот так, и еще один элемент нам нужен, как минимум, это щит, наверное, стоит сократить ролик, мы сделаем щит, и на этом остановимся, дальше просто сделаем какие-то еще детальки в отдельном ролике, потому что уже очень долго, щит также обведем, в этом нет ничего постыдного, вот оно, наверное, не будем делать такие сложные щиты для гоблина, обойдемся простеньким, так, цилиндр, не знаю, 12-гранный пусть будет, RX90, вот сюда, SY, Центральный полигон I, делаем, и Ctrl-I, Alt-E, X, to the faces along normals, выдвигаем, можно вот эти поджать, чтобы было видно, вот так, а также можно их отделить, и здесь провести, сейчас, ну вот, досочки, так сказать, выделить, J, J, не знаю, почему я сзади начал, ладно уж, если мы не текстурируем, а привычным способом, я имею ввиду, через там Substance Painter, какой-нибудь, какие-то уникальные текстурки делаем, то приходится резать полигоны, и их, так сказать, использовать, под текстурирование, Ctrl-B, давайте вот это сделаем, чуть пошире, и это сделаем, пошире, вот, Alt-H, если мы это будем текстурировать, то, во-первых, еще надо так, скилить, Base Color, U, Project From, View, V, Editing, Scale, Sy, потом берем вот эти, штуки, которые мы наделали, и вниз опускаем, если этот цвет мне нравится, переносим на другой коричневый, либо нам придется добавить еще один коричневый цвет, видимо придется, U, Project From, U, Scale, 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 Sy, объединяем с этой штукой, так, возможно слишком узкий, точнее широкий, надо чуть-чуть сузить, и, наверное, стоит немножко вытянуть вперед, чуть-чуть, а может быть вообще вот так, можно еще трещин добавить, и, highlight под трещину, практически hand paint получается, ребята, практически hand paint, о, ребят, смотрите что сделал, hand paint, добро пожаловать, в л streams, чтобы было того, давайте еще одно добавим полигонаж мы нам ограничиться еще успеют в работе на студии поэтому тут давайте себе позволим больше а то лишь сами себя ограничиваем но и тут тоже можно мышку пошатать доски будем делать здесь держалка давайте сделаем что нам не делать надо было сначала нам ее сделать а потом доски искривлять ну что делать shift d по selection и индивидуал оригин так скил вот так струд а выше сделать так control б джи уай z а теперь можно и solidify это все делаем ну и чуть поближе друг другу их сделаем подвинем вот так это сверху сз 0 сз 0 сз 0 сз 0 да и ладно вот теперь пошатаем чуть-чуть чумы все аккуратненько делаем то все-таки гоблинская вещь чем мы пошатать не можем что ли но и тут на данном чуть-чуть а то не щит лучше ничего не шатать да 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 подруг уже под подругу побольше сделаем примерим так you project from view кожи кстати у нас прям такой прям кожи нет может быть вот эта кожа типа и чуть-чуть утопим g и вот так объединим то применим среди фай контрол джей дублируем rz 90 другую сторону rz минус 90 как так как так 180 в какой-то не ту сторону на выгнута щит как будто шейт смуз на авто смуз rz еще раз 90 rx еще раз 90 наверно так и вот руку так и теперь можно эти штуки увеличить индивидуально конечно уже какой-то как говорится криндж пошел я такие тоже слова знаю ближе к делу поправим все это дело то есть сейчас мы определяем все ок не ок сейчас мы отмерим и потом нормальный щит ладушкин rx 90 r y 180 и вот сюда и вот сюда наверное стоит потом сделать какой-нибудь броник либо ремешок который через плечо проходит и где-нибудь опоясывает и вот здесь еще ремешком крепится эта штука лук надо сделать колчан со стрелами и я думаю надо сделать кирку и каску может быть они же все таки будут работать то есть у нас будет допустим три существа воин лучник и рабочий вот как-то так давайте сохранимся не забудем много сегодня сделали даже он хэндпэйнт щит хэндпэйнт сделали забавно ну что ж тут наверно стоит сделать затемнение вот эти штуки что-то хотел сказать забыл о хорош гоблин гоблин хорош импинт блум скринспейс все симпатяга сохраняем и переходим ко второй части детализации где мы сделаем что лук кирку еще может быть какие-то обвесы придумаем если не придумаем то пойдем дальше нашим нас ждут что текстурирование хотя мы вроде бы более-менее текстурировали нас мы наверно почистим наших наши сетки приведем более менее удобно варимом состоянии чтобы можно было удобно использовать для анимации потому что нам лишние вертексы в анимации не нужны абсолютно сколько рассказать получилось по вертексам 500 вертексов или 485 фейсов вообще мизер а вот это вместе 1145 фейсов мы просто гениально сработали ребята это очень хороший результат и если у вас получается также по количеству вертексов и полигонажа вы кстати сообщаете об этом сколько у вас получается если что ок то вообще молодцы прекрасно работаем сохраняемся и переходим к следующему ролику а мне что перейти к следующему ролику нужно начать нажать здесь остановить запись она у нас скрыта под референсами все переходим дальше дальше